В среду утром правоохранительные органы провели обыски в рамках расследования фактов незаконного обогащения 13 бывших депутатов. Действия связаны с уголовным расследованием, проводимым по фактам подкупа некоторых парламентариев с целью их выхода из фракции, в которой они состояли. Действия по уголовному преследованию были предприняты в отношении 47 объектов недвижимости и 13 автомобилей. Четыре бывших депутата в результате обысков были задержаны. Прокуратура их имён не называет. «Мы подтверждаем задержание четырёх бывших депутатов из тех, в отношении которых сегодня проводятся обыски. Их имена мы не можем подтвердить, потому что речь идёт о персональных данных», – заявила прокурор, отвечающая за связь Генеральной прокуратуры с представителями СМИ. Согласно предварительным результатам расследования, расходы бывших депутатов, находящихся под следствием, в одних случаях превышают их законные доходы на 350 тысяч леев, а в других случаях это расхождение достигает 4 миллионов 600 тысяч леев. Антикоррупционная прокуратура уточняет, что дополнительная информация, представляющая общественный интерес, будет дана по ходу расследования этих уголовных дел. Напомним, в декабре 2015 года группа из 14 депутатов от партии коммунистов покинула фракцию и партию она объявила о создании платформы «За Молдову». Позднее часть из этой группы присоединилась к Демпартии, а после расколов – в рядах ДПМ к парламентской группе про Молдова, которую возглавил Андриан Канду. Некоторые из тех 14 депутатов сегодня состоят в политической партии ШОР.